Благодаря своему галкиперу команда Калиновской школы одержала важную победу. Витя всего два года занимается футболом, но уже показывает прекрасные результаты. И в будущем, уверен, он будет профессиональным футболистом. Было тяжело, когда нападали сбоку нам. Но все равно получилось отвести мячик. Мы выбили, забили и победили. Футбольный турнир «Удар в девятку» проходит впервые. Предзывет школ города плюс Калиновская школа. Участники соревнований разбиты на четыре возрастные группы от 2001 до 2008 года рождения. В будущем планируется расширить возрастные рамки. И вполне возможно подключить еще и девочек. Задача его, чтобы максимум детей в нем участвовало. И, соответственно, приучались к футболу в преддверии 2018 года, любили футбол. И бывает такое, что не всем детям удается профессионально в специализированных школах заниматься. Здесь этот турнир, его задача как раз, чтобы дети учились, играли, в общем, развивались. Такой турнир проходит при поддержке администрации района, управления образования, городского центра спорта и дворца спорта. В футболе упор сделан в основном на выносливость. И благодаря занятиям и вот таким соревнованиям ребенок с самого раннего детства будет развиваться физически. И в будущем ему это очень пригодится. Для футболиста, я считаю, главная дружность со своей командой. Одна тренировка была, вообще четыре часа мы играли. И мы готовились к этому три недели с каникул прошлых. Я начал смотреть футбол, но мне понравилось. Но он впервые пошел и все, и началось. Играем! По результатам встреч в полуфинал вышли команды школ номер 2, 4, 5, 7 и 9, а также Видновский художественно-технический лицей и Калиновская школа. Решающие игры состоятся в субботу, 23 апреля. В этот же день и подведение итогов. Победитель будет определён в каждой возрастной группе. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...